И еще одна история, которая также имеет отношение к сектору Газа, точнее к его жителям. Палестинский подросток Абдалла Абушабан в детстве заболел раком. Лечили его в израильской больнице. Сразу скажем, история закончилась хорошо. Его спасли. Пока он лежал в Израиле, то видел, как больных детей развлекают клоуны. Медицинские клоуны. Абдалла пообещал себе, что когда он вылечится, то обязательно станет таким клоуном, чтобы помогать другим детям. С палестинцем, который исполнил свою мечту и который сегодня лечит людей смехом, встретился Сергей Услендер. Бывает же вот такая работа смешить людей, точнее развлекать детей, да еще в такой момент, когда ни им, ни родителям совсем не смешно. Вот Махмуд проходит курс химиотерапии. Лечение тяжелое, взрослые те с трудом переносят. Но мальчик смеется, потому что клоун держит над ним игрушечный зонтик. Потому что этот высокий человек в колпаке и с красным носом сейчас для него лучше всяких обезболивающих. История Абдаллы, медицинского клоуна, достойна, наверное, целой книги. 13-летним мальчиком житель Газы попал в израильскую больницу со страшным диагнозом рак. Год лечения, 20 курсов химиотерапии, мучения, жизнь среди незнакомых людей, но в конце концов израильские врачи победили болезнь. Абдалла впервые в жизни увидел, как помимо людей в белых халатах, детей помогают лечить клоуны. Он и в обычной жизни их до этого момента не встречал. Так парень определился с выбором профессии. После того, как я сам прошел все эти круги ада, я вдруг понял, что есть способ, который может помочь детям, страдающим от тяжелых болезней. Что смех – это отличное лекарство, и дети очень нуждаются в такой помощи. Особенно, когда вокруг врачи, лекарства, операции и страдания. А еще я понял, что это целая наука, которую вот так самостоятельно не освоишь. И я стал искать способы, как выучиться на медицинского клоуна. Абдалле повезло. Его страничку в Фейсбуке заметили организаторы проекта «Айклаунью», которые занимаются продвижением этой необычной специальности. Потом были долгие переговоры, получение разрешений. Всевозможные ведомства пришлось долго убеждать, что житель Газы не представляет угрозы для безопасности государства. В конце концов, после долгих проверок Абдалла попал в Израиль. Наставником его стал сам Давид Бараши, клоун-душ. Самый, пожалуй, известный смехотерапевт страны. Вот они встречаются первый раз в больнице, и душ ведет гостя, или, правильнее сказать, ученика по своим владениям. Он чуть ли не единственный человек, который знает все закоулки госпиталя. Небольшой инструктаж и смена образа. Из обычного парня Абдалла преображается в клоуна Куки. Теперь вперед к пациентам. Теорий в этом деле не так много. Вся наука постигается здесь, в палатах и больничных коридорах. Тот самый случай, когда, как говорил Руссо, час работы научит больше, чем день объяснений. Идея была, конечно, экзотическая. Привезти Абдаллу из газа сюда и учить его искусству больничной клоунады. Мы поначалу подумали, это что, шутка такая? Но потом, когда познакомились, увидели, сколько энтузиазма в этом человеке. Взялись за дело. Я и еще несколько клоунов учим его, рассказываем, как это работает, какие есть секреты и особенности. Вряд ли в ближайшее время в газе появится школа медицинских клоунов. Поэтому суть нашего проекта – мы хотим научить его, чтобы он в газе учил других. Сделать из него инструктора или преподавателя. Израиль в этой области ушел весьма далеко. Медицинские клоуны или смехотерапевты – это не самодеятельность, а настоящая специальность. Там учат психологии и основам медицины. Учат понимать больных и чувствовать их потребности. Но главное – учат смешить там, где совсем не до смеха. Сами врачи признают, иной раз клоун может сделать для больного едва ли не больше, чем самый квалифицированный медик. Так что у Абдаллы теперь большое будущее. Он в газе, можно сказать, монополист. Не очень он понимал про клоунаду, когда сюда приехал. И для него то, что ему Дуди здесь объяснил, то, что он ему показал, это, конечно, вообще прорыв не просто на другой уровень, а в стратосферу с точки зрения понимания клоунады как искусства, клоунады как способа взаимодействия с миром и как терапии. Через несколько дней Абдалла вернется в газу. Там его ждут свои пациенты, для которых он настоящий волшебник. Лечит боль, помогает пережить страх и страдания. В Израиле даже проводили специальные исследования. Результаты поразили. Медицинская клоунада лучше всяких лекарств. Снижает у больных уровень стресса, боли и даже повышает иммунитет. Сергей Услендер, Израиль за неделю, Артевяй. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале Артевяй. Субботу на телеканале Артевяй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова